Однажды, когда вы откроете материалы дела и все протоколы судебных заседаний, которые очень важны, которые нам не показывают, прячут от нас, вот вы увидите стройность моей логики построений и отсутствия состава преступления, и все доказательства, возможно, у нас впереди обвинительный приговор. И тогда, исчерпав средства правовой защиты, мы направляем дело в Европейский суд по правам человека. Первая жалоба Ходорковский против России направлена в Европейский суд в 2004 году, 9 февраля. Эта жалоба уже рассмотрена на предмет приемлемости через несколько лет, и, наконец, мы вышли на финишную прямую, ждем решения по существу. После приговора мая 2005 года мы обратились в Европейский суд со второй жалобой. Это по первому процессу, вторая жалоба. И вот там, по этой жалобе, уже закончена полностью стадия коммуникации дела. Что касается, многие слышали, но не знают о чем эта жалоба, жалоба Ходорковский-3 против России. По второму делу мы обратились на более ранних стадиях. Это было сделано потому, что был явный абьюз. Когда это был? То есть явное злоупотребление. Европейский суд не отверг эту жалобу пока, но, правда, еще не началась коммуникация. А вот как российский суд отреагировал на наши жалобы об этом явном злоупотреблении, российские суды написали, что в порядке статьи 125 гениальная совершенно норма, позволяющая любые нарушения следствия, любые действия, любые бездействия обжаловать в суд. Российская судебная власть ответила, что у них нет права контролировать следствие. – Такой вопрос, если говорить о гарантах наших. Почему все-таки вы полагаете в вашей последней статье, что исход дела в суде окажется серьезным тестом для Дмитрия Медведева? – Все очень просто, потому что судебная реформа – один из его коньков, он на ней сконцентрирован. Если процесс в России, пройдя все стадии, останется в том виде, в каком он останется, после обвинительного приговора, вероятность которого, насколько я понимаю, достаточно высока, это будет плохо говорить о качестве судебной системы, безусловно. Потому что, значит, главное дело этих четырех лет, которое ему выделила история, не сделано. Он этот тест не прошел. И не пройдя этот тест, значит, он тем более оказывается зависимым от своего партнера, точнее это доказательство его зависимости от своего партнера, от невозможности тем самым восстать против него и стать самостоятельной политической фигурой. – Премьера. – Премьера, да. И, соответственно, зачем тогда, допустим, если такое решение будет даже принято, баллотироваться на второй срок, если человек не стал политиком за четыре года. У нас судьи очень своеобразный народ, им, по-моему, мало изменились за последние лет сорок. Но все равно есть же некоторые сигналы, к которым у судей чувствительны эти сигналы. У нас сигнальная система управления, сигнально-кошмарная. – Ну, а по системе Павла почти что работает, видимо. – Кошмарная сигнальная система. – Ну, вот эти лампочки, чтобы зажглись же, надо же что-то, чтобы произошло. – Конечно, я живой человек, если у Данилкина зажечь какой-нибудь софит правильный, он нормально отреагирует, я думаю. – Более того, он так часто бывает грустен, вот я была тоже на процессе, что, мне кажется, это как во многой мудрости многое печали вспоминается это выражение. Вот и неизвестно, что он же ведь, наверное, частично понимает ситуацию. – Он вдумывается, вы можете видеть выражение его глаз, он действительно очень вслушивается, вдумывается. Я вам скажу, что отличие этого процесса заключается в том, что с нами вежливо. Но, в общем, конечно, нас не может эта вежливая обстановка ввести абсолютно в заблуждение. – Вы не строите иллюзий. – Да, и мы не будем создавать иллюзии о том, что возможно иное решение. Другое дело, что я всё равно очень довольна, что в этом процессе моему подзащитному дают возможность высказаться. Михаил Борисович говорит о необходимости всё-таки защищаться не только в каком-нибудь удалённом Страсбурге, но обязательно в России, в своей стране, потому что ему очень важно мнение его сограждан. Пусть это будут своеобразные присяжные, пусть они вынесут свой общественный вердикт. Как всегда Михаил Борисович спрашивает, я не понимаю, он нам говорит, адвокатам, ну кто-то же должен ответить на этот вопрос, как я украл, каким способом. По карманам её рассылал, по трубам отправил. И вот сейчас он в своей обычной такой доходчивой, очень простой, очень ясной, открытой манере всё это рассказывает. – Как воспринимают судья и прокуроры это выступление? Довольно важный момент. – Я вам скажу, судья терпеливо, как всегда, воспринимает это, и это очень хорошо. Я хочу, чтобы он дослушал до конца. – А прокуроры, они больше всего нервничали. – А прокуроры нетерпеливо, нетерпеливо воспринимают, вот вскакивают, говорят о том, что это невозможно, это надо прекратить, вот это он не имеет права говорить, ну и так далее. Я их понимаю, почему они нервничают. – Вот многие журналисты интересовались всё-таки вызов в суд премьера, там, господина Сечина, Кудрина, ещё кого-то из важных персон, которые находятся у власти. Он вообще возможен, реален? – Нет, ну вообще в правовом государстве что значит «возможен»? Он необходим. – Дефакто. – Михаил Борисович рассказывает, что он хотел узнать у каждого из этих свидетелей. – Вы себе представляете реально эту ситуацию? – В правовом государстве – да. Вот это и есть тест на правовое государство, как можно не вызвать премьера, потому что он премьер. Ну если он владеет той информацией, о которой ему докладывал лично Михаил Борисович, и эта информация важна для определения ответственности, вины или отсутствия таковой, то, конечно, этого свидетеля надо вызвать в судебное заседание. – Андрей, не могу вам не задать этот вопрос. – Всё-таки склоняетесь к чему? – Советский суд абсолютно в данном случае. И потом у нас так устроена культура политическая, политика так устроена. Но это не божители, они не приходят никуда, они не спускаются на… – Возникает ассоциация с шахматной игрой. – Вот вы говорите о том, Андрей, что Ходорковского и Медведева родни то, что они оба заложники ближнего круга премьера. И что если смотреть по аналогию с шахматной партией, то Медведев фигура слабая. Наверное, король может быть. Какие ходы и кем могут быть предприняты, чтобы усилить эту позицию? И нужно ли усилять эту позицию? – Я думаю, что прежде всего нужно сказать, что не будут предприниматься никакие шаги. Вот в рамках той политической конструкции, которая сейчас существует, Медведев не может предпринимать этих шагов. Действительно, многое зависит от отваги судей. Не только в Данилкину, но и во вышестоящих судах. Если это настоящие судьи, они будут принимать настоящее решение. У них есть шанс оправдаться перед историей. Я, в общем, не шучу. – У президентов нет этой отваги, а у судей должна быть отвага. Ну, не знаю. – Ну, у меня система такая, что не будет ни у кого. – У некоторых все-таки есть это отвага. – Какие фигуры могут сегодня изменить ситуацию кардинально? И могут ли? – Ну, теоретически, глубоко теоретически Медведев. – Все-таки? – Все-таки да. – Потому что он президент, потому что он способен настроить атмосферу в стране и хотя бы в своем правовом секторе так, чтобы судьи поняли правильно сигналы, которые исходят сверху. Что у нас, например, наступила демократия. Или все к тому движется. И что есть такое понятие, как химич Россия, который будет сильно испорчен тем, что в европейском суде по правам человека будут вынесены соответствующие решения по второму делу Ходорковского. По первому именно, по второму. – Это вопрос, в общем-то, месяцев, да, и, может быть, самых ближайших даже. Я благодарю участников программы «Процессы итоги недели» за то, что пришли к нам в студию. Мы говорили сегодня о реальной ситуации с процессом, мы говорили о том, какая ситуация во власти. И, в общем-то, можно сказать, что Андрей Колесников предложил некий кардбаланш господину Медведеву. – И судьям тоже? – И судьям тоже. – Слушайте, вынесите правосудный приговор. Представляете, вас после этого лишают статуса судьи. Ну, это же на глазах у всего. Это не пройдет. А репутация не испорчена. – Это слава на все остальное. – Это слава. Посмотрим, что будет дальше. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова